Про них с детства говорили не разлей вода. Две сестры, две лучшие подруги везде и всегда вместе, даже несмотря на разницу в возрасте, почти в 7 лет. Отдыхать они тоже любили вдвоем. Вот и на эти рождественские каникулы решили отправиться в Грузию. Но незабываемый отпуск перечеркнуло трагическое стечение обстоятельств. Надежда и Елена запускали с горы небесные китайские фонарики. В какой-то момент Елена не удержалась и сорвалась с высоты более 100 метров. Так получилось, что фонарик, который мы с Леной запускали, он начал падать вниз, то есть не полетел наверх. И она потянулась за ним, чтобы поднять его, и оступилась. Я не знаю, или подскользнулась она, или что. В живых, говорят врачи, Туритска осталась чудом. Чтобы не терять драгоценных минут, пострадавшую госпитализировали на вертолете. Хирурги провели ей несколько операций, но сегодня Елену, которая из-за многочисленных переломов полностью обездвижена, пришлось забрать из местного госпиталя. Содержание там обошлось семье почти в 300 тысяч рублей, и денег на дальнейшее лечение в платной клинике у семьи просто не осталось. Страховку Туритски не оформляли, ухаживать за лежачей сестрой в домашних условиях практически невозможно, а главное опасно. Елена ведь до сих пор с трудом дышит. К тому же нужно продлевать аренду квартиры в Тбилиси и каждый день покупать дорогостоящие препараты, чтобы хоть на время заглушить нестерпимую боль. Без них невозможно ей находиться. Она вчера пробовала, но сегодня утром у нее страшные боли, и ей опять кололи обезболивающую двойную дозу. Потому что ее нужно все равно поворачивать, менять постель, обрабатывать гематомы, чтобы не было пролежней. А когда это делают, соответственно, у нее очень сильные боли. Единственный выход – транспортировать Елену на родину в Магнитогорск. Врачебное разрешение о вывозе больной уже на руках, но загвоздка в самом борте. Стоимость перелета и медицинского сопровождения без него никак почти миллион рублей. Такой суммы у семьи нет. Родственники обратились в российское посольство. Дипломаты пообещали в ближайшее время помочь. Алексей Клюкин, Дарья Масалова и Кристина Карпова, телекомпания НТВ.